МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самых интересных и значимых событиях расскажут корреспонденты 1-го Карагандинского. В студии работает Карина Кашина. Вначале коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде горел мусороперерабатывающий завод. Отряды противопожарной службы до сих пор проливают очаг возгорания для того, чтобы не допустить тления. В Караганинской области идет активная борьба с коррупцией. С начала нынешнего года в регионе реализуют проект СРРК Адалдык-Аланы. В области открываются фронт-офисы, кабинеты по принципу open space и магазины честности. В Карагандинском медицинском университете будут внедрять шведский опыт. Новые подходы к подготовке специалистов службы охраны общественного здравоохранения обсудили в ходе воркшопа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечером 16 июля в сети интернет появилось множество ужасающих роликов. Очевидцы с ужасом снимали на видео черные клубы дыма, поднимающиеся над территорией мусороперерабатывающего завода. Противопожарная служба в короткий срок справилась с возгоранием. Сообщение о возгорании поступило в половине седьмого вечера. В связи с жаркой погодой пламя очень быстро распространилось по отходам. Огонь уничтожил одну тысячу квадратных метров земли. 49 человек личного состава ДЧС и 9 единиц техники незамедлительно отправились на место происшествия. Ликвидировать пожар спасателям удалось только спустя полтора часа. Возможными причинами могли послужить неосторожное обращение с огнем или скопление стеклянной продукции. В целях недопущения повторного возгорания работы по тушению и разборке тлеющего мусора продолжаются и сегодня. Вчера в 18.31 поступило сообщение о пожаре на территории мусоросортировочного завода. На момент прибытия происходило горение складированного мусора на территории порядка тысяч квадратных метров. Были задействованы 49 человек личного состава и 9 единиц техники. В 19.40 была объявлена локализация, то есть остановлено распространение огня. Дальше были работы продолжены по ликвидации огня. По сегодняшний день продолжаются работы по проливке, по разбору мусора. Это все делается для недопущения повторного возгорания. Сейчас на месте работают 5 единиц техники и 19 человек личного состава. В Караганинской области идет активная борьба с коррупцией. С начала нынешнего года в регионе реализуют проект Сарарка Адалы-Каланы. В области открываются фронт-офисы, кабинеты по принципу open space и магазины честности. Глава области Ирлан Кушанов провел выездное совещание в Жасказгане, на котором обсудили работу по борьбе с коррупцией. В Акимате Жасказгана открыли фронт-офис нового формата. Прием здесь ведут Аким-города, сотрудники отделов земельных отношений, образования, соцзащиты и других. Посетителей могут получить консультацию, оформить необходимые документы и справки, поставить ребенка в очередь на посещение детского сада или записать в школу. Фронт-офис расположен на первом этаже здания Акимата. Такие меры, по мнению властей региона, способствуют снижению уровня коррупции. Акимобласти осмотрел новый офис и пообщался с посетителями. За первое полугодие нынешнего года уровень коррупции в регионе снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов. Он отметил, что превентивные меры должны принимать руководители всех управлений и отделов. В целом коррупция вызывает паралич всей системы государственной службы, начиная с верхов вплоть до самых низов, а также парализует действия малого и среднего бизнеса. Задача каждого государственного служащего – это формирование нулевой терпимости к проявлению коррупции и решительные меры по пресечению их любых предпосылок. Особое внимание противодействия коррупции уделяется тем ключевым сферам, к которым относятся жизненный цикл каждого человека, начиная с дошкольного образования и заканчивая получением пенсионных выплат. Именно в этих сферах государственный аппарат в случаях проявления бездействия подрывает доверие общества к государственной власти. Большинство коррупционных правонарушений по республике перегистрируются в деятельности органов местного самоуправления. Таких преступлений зарегистрировано в республике 519, в Карагангельской области 25, в Жасказгане 7. В прошлом году в Жасказгане к уголовной ответственности за взятки привлечены 5 госслужащих, в этом году – один. А чтобы подобных нарушений не было, над сотрудниками госучреждений усилен контроль. Снижение коррупции в целом по стране наблюдается в сфере строительства на 43%. В нашей области обратная картина. Рост коррупционных преступлений в сфере строительства составляет 46%. В том числе в Жасказганском регионе их количество увеличилось в три раза. Особое внимание департаментам уделяется превентивной борьбе с коррупцией. Мы активно занимаемся профилактической работой, направленной на искоренение условий и предпосылок, которые способствовали коррупционным проявлениям. В Жасказгане более 30 директоров школ и детских садов подписали документ о персональной ответственности по недопущению коррупции. Во всех 20 школах города открыты так называемые магазины честности. Ярлан Кушанов отметил, что это хороший результат. Однако необходимо усилить борьбу, в том числе и путем реализации других проектов. Цифровизация моряка – это, наверное, номер один. А что нужно цифровизировать, чтобы исключить контакт человека с чиновниками? Вот в этом плане что делается у нас? Госуслуги. У нас сколько госуслуг? 600. Раз, два, раз. 649. 649. 649. Люди сталкиваются с чем, в первую очередь? Получают госуслуги. Чиновники для чего? Госуслуги, аппарат. Оказывают госуслуги жителям. Вот где появляется вот что-то, вытравая коррупция. Всего в Карагандинской области в государственных органах создано 8 кабинетов по принципу «Оупен Спейс» и 4 фронт-офиса. Кроме того, в рамках проекта «Сарарка Адалды Каланы» оптимизируют кабинет руководителей организации образования. Также в рамках реализации проекта по Карагандинской области открыты 284 магазина честности. Глава региона поручил продолжать работу в сфере предупреждения коррупции и активнее использовать для этого методы цифровизации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Глава Карагандинской области Ирлан Кушанов встретился с депутатами областного маслехата. Он рассказал об итогах социально-экономического развития региона за последние 6 месяцев. Вместе с этим Аким области обсудил с народными избранниками реализацию задач, которые поставил глава государства на этой неделе. Карагандинская область является крупнейшим промышленным регионом страны. Именно поэтому программа индустриально-инновационного развития Казахстана для нашего региона является одной из приоритетных. Итогом десятилетнего действия программы стали 87 проектов и более 7 тысяч рабочих мест. Но важно не только увеличивать объемы производства. Сейчас продукция области экспортируется в 49 стран мира. В основном это металлургия, добывающая отрасль. Нужно признать, что в регионе пока низкое количество экспорта с высоким переделом. Поэтому важно нам сейчас активизировать работу по поиску новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности с применением технологий высоких передел. Не стоит забывать об освоении новых внутренних рынков. Для этого следует полноценно использовать потенциал экономики простых вещей. Сейчас в этой программе участвуют всего 116 предприятий области. Только 5 из них получили кредиты на 2,5 миллиарда тенге. Этого недостаточно. Промышленное производство подразумевает загрязнение окружающей среды. И от этой данности центральному Казахстану уже никуда не деться. Остается лишь уменьшать вредное воздействие. Большинство предприятий были построены еще во времена Советского Союза, когда об экологии, мягко говоря, задумывались мало. Экология для нашего промышленного региона – это одна из самых острых проблем. Около 80% вредных выбросов приходится на два гиганта. Это Арселор Миттл, Тимиртау и Казахмыс. И в трех городах области – Тимиртау, Балхаш, Жизказган. Под моим руководством создан «Зеленый совет», в работу которого увеличены и правительственные организации, и независимые экологи, и общественность. На этой неделе в аккорде глава государства поставил перед акимами областей сразу несколько задач, одна из которых – повышение благосостояния граждан. В текущем году уже приняты конкретные шаги. За счет увеличения заработных плат, поддержки уязвимых слоев населения и сдерживания инфляционных процессов обеспечить реальный рост денежных находок населения в области на 8,1%. Инициатива президента по списанию кредитного долга окажет существенную поддержку 40 тысячам социально уязвимых жителей области. Но при этом люди должны понимать, что это разовая акция, и такого больше не будет. В своем докладе глава региона остановился практически на каждом пункте, который касается социально-экономического развития области. Это образование, здравоохранение, развитие туризма, поддержка предпринимательства и многое другое. В завершении доклада Ерлан Кушанов отметил, что повышение эффективности государственного управления невозможно без открытого диалога с населением. Для этого акимы всех уровней общаются с гражданами через блоги, мессенджеры и социальные сети. В этом году в структуре Медицинского университета Караганды появился Институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья. На него возложены задачи по созданию и развитию проектного офиса, нацеленного на развитие таких приоритетных в республике направлений, как профилактическая медицина и охрана общественного здоровья. Пополнять знания в этой области, ориентированные на мировой опыт, местные специалисты будут благодаря международному сотрудничеству. В качестве стратегического партнера был выбран университет Лунд. Первый воркшоп состоялся в Швеции. Сегодня международных экспертов из Европы встречают в шахтерской столице. В Карагандинском медицинском университете подчеркнули, что к внедрению передового опыта все готово. Преподаватели и отчасти студентов будут обучать зарубежные профессора. Программу подготовили. Сейчас где-то какие-то специалисты у нас будут повышать свою квалификацию. Где-то, где области не до конца покрыты, мы совместно будем преподавать зарубежными экспертами. То есть вести курсы будем зарубежные. Например, хелспомошен. Он в Караганде, в принципе, как таковой, может быть, как отдельный предмет и не вёлся. Элементы были в разных курсах. Но вот сейчас, если нет такого специалиста, скажем, в Караганде, в Фактинском медицинском университете, то, соответственно, будет его вести зарубежный специалист, обучая наших преподавателей и параллельно с ним вместе ведя этот курс. То есть по стечению года будет наш подготовленный специалист. Для проведения воркшопа приглашена директор научно-исследовательского института общественного здравоохранения университета Дебритсена Роза Адани. Международный эксперт из Венгрии уверена в потенциале Казахстана в укреплении службы. У меня сложилось впечатление, что преподаватели Медицинского университета Караганды очень преданы своему делу. Это наблюдается по всей стране. Всё, что им нужно, это международный опыт. Главное, что они готовы сделать всё для улучшения службы общественного здравоохранения. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным. Участие в воркшопе приняли и преподаватели недавно образованного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они отметили, что подобные мероприятия вызывают у них неподдельный интерес. Огромное значение, конечно, для этого имеет подготовка кадров, обучение студентов, то есть тех специалистов, которые завтра будут работать именно в области охраны общественного здоровья. Поэтому сегодня решаются эти вопросы. Именно каким образом, что, какая программа, какие программы рассматриваются, что характерно и лучше, допустим, для нашей страны. И поэтому это, я думаю, что нам, как практическим, тем, кто мы на практике работаем, это вдвойне интересно. С нового учебного года в Медицинском университете приступят к подготовке специалиста в области общественного здравоохранения в рамках новых образовательных стандартов. Вводятся и новые специальности. На уровне бакалавриата – это IT-медицина. На уровне магистратуры – продвижение здоровья и эпидемиология. В дальнейшем опыт будет распространяться на другие медицинские вузы, чтобы обеспечить страну востребованными на мировом уровне специалистами практического звена. Тухжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Порядку быть. Отделение полиции проводит в Майкудуке очередной профилактический рейд. Оперативно-профилактические мероприятия «Барышкер» – нелегал «Лето-2019» уже в первые дни выявили более 40 административных правонарушений. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у тебя? Да, потихоньку. Ты свой Федор? Да. Что делать? Не знаю, ничего дома. У тебя неоплаченные штрафы имеют. Я знаю, сейчас объект закончу, заплачу. Смотри, сейчас идет ОПМ «Барышкер». Что это происходит? ОПМ «Барышкер», то есть вызыскываем административные штрафы от правонарушителей. То есть мы не заставляем, мы вызыскываем, то есть мы должны оплатить штрафы. Это работа объекта, чтобы оплатили у всех пятак, чтобы было. С 15 по 22 июля на территории Октябрьского района проходят оперативно-профилактические мероприятия. В акции задействовано 40 человек из числа личного состава и приданных сил. Микрорайоны 12, 13, 14 и 15 по графику первые. Здесь проверено более 100 подотчетных мест жительств. Уже около 50 человек доставлены в компетентные органы для проведения профилактической беседы. «За прошедшие сутки преступлений на маршрутах патрулирования допущено не было на улице в общественных местах. Также за первый день было изыскано, по месту жительства посещено более 130 человек, которые имеются неоплатные штрафы. Из них изыскано 523 тысячи тенге за вчерашний день. Выявлено более 40 административных правонарушений. Из них 8 человек привлечены по мелкому клиенту, 10 человек привлечены за распитие в общественных местах. Также 7 человек привлечены по 408 КУАП РК за вылку собак в неустановленных местах». В рамках проводимых мероприятий на предмет обнаружения незаконно работающих иностранцев проверяют стройки и территории заводов. Посещаются по месту жительства и местам работы лица, подвергшиеся административным штрафам. Большое внимание уделено проверке регистрации. В первые два дня рейда задержаны 4 гражданина без документов. Периодически к мероприятиям такого плана приобщаются отличающейся особой физической подготовкой специальный отряд быстрого реагирования. Он занимается работой с особо тяжкими преступлениями. «За последнюю неделю было совершено 3 тяжких преступления. Это 106-я, часть 1-я, 2-я и хулиганство по 293-й, часть 3-я возбуждена. Это там есть подозреваемое лицо. Данное подозреваемое лицо были фотографии розданы преданным силам, которые сегодня заступили на охрану общественного порядка. Если они будут на прошу патрульную выявлены, будут доставлены данные преступники. Пять человек в розыске находятся по октябрьскому отделу полиции уголовных преступников. Это фотографии тоже сотрудников полиции розданы, чтобы они обратили внимание на данные граждане». Самая первая задача работников охраны порядка – недопущение правонарушений в общественных местах. Для этого в Октябрьский район направили дополнительные силы из местной полицейской службы. По итогам первых дней акций взыскано штрафов на сумму более 500 тысяч тенге. Кроме того, пойман преступник, совершавший карманные кражи. В маршрутном автобусе номер 53 задержанный похитил кошелек с документами и 15 тысячами тенге. Такого рода практические отработки проходят в городе с разной периодичностью по квартальному графику. Полина Малюкова, Нургулан Аскерхан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были самые интересные события уходящего дня. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех новостей. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!